36 глава из книги пророка Иезекииля И ты, сын человеческий, из реки пророчества на горы Израилевы и скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господне. 37 так говорит Господь Бог, так как враг говорит о вас, а, а, и вечные высоты достались нам в удел, то из реки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов 38 и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. 39 так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. 40 за это так говорит Господь Бог, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю идумею, которые назначили землю мою во владение себе с сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. 41. Посему из реки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог, вот я изрек это в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. 42. Поэтому так говорит Господь Бог, я поднял руку мою склятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой, а вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. 43. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, 44. И заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. 45. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. 46. Так говорит Господь Бог, за то, что говорят о вас, ты земля, поедающая людей, и делающая народ твой бездетными, зато уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог. 47. И было ко мне слово Господне. 48. Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. 49. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. 50. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям, я судил их по путям их и по делам их. 51. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, а не народ Господа, и вышли из земли его. 52. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. 53. Посему скажи дому Израилеву, так, говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. 53. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, 54. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. 54. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 55. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. 56. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. 57. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. 58. И умножу плоды на деревьях, и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. 58. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. 59. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. 60. Краснейте и стыдитесь путей ваших дом Израилев. 61. Так, говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывшей пустынью в глазах всякого мимоходящего, 62. Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад едемский. 63. И эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. 63. Я, Господь, сказал и сделал. 64. Так, говорит Господь Бог, вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. 65. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. Субтитры создавал DimaTorzok